Канобу.ру представляет Если нет, то бельгийская студия Larian как раз заявила о возвращении к истокам. Новая часть Divinity Original Sin уйдет от ролевых экшенов от третьего лица на манер второй части и вернется к классической изометрии, как в нашей любимой Diablo. Разработчики делают особенный упор на кооперативное прохождение, ведь в игре два главных героя. Любопытным нововведением можно считать системы совместных диалогов. Если сопартийцы не сошлись в суждениях, финальное решение будет за алгоритмом на основе характеристик персонажа. Подробности в нашем интервью в этот четверг и на грядущей E3. Кстати, на этой же выставке готовится громкий анонс от студии Quantic Dream. Дэвиду Кейджу не терпится поделиться новыми фактами. Автор «Фаренгейт» и «Хэви Рейн» рассказал, что на пресс-конференции Sony он наконец-то раскроет свою новую игру. Предполагается, что она будет основана на ролике-прототипе Кара про очаровательную девушку-киборга. Более того, появилась информация, что Quantic Dream работает над еще одним секретным проектом для Sony. Только давайте без мыльного кинца на этот раз. Ну и в завершении довольно забавный курьез, связанный с переизданием знаменитой серии ужасов Silent Hill. Догадайтесь, почему оно получилось таким... плохим. Ответ прост. Оригинальный разработчик Konami попросту потерял исходный код второй и третьей части. Единственное, что у них осталось, это бета-версии этих же игр. В недавнем интервью разработчики признались, что им приходилось одновременно заниматься портированием и доделывать игру до финальных результатов. Прям как в 90-е. Компания Activision ищет новых людей для работы над новым шутером для консолей следующего поколения. Пока никаких деталей. Unreal Engine 4-й версии не предназначен для работы с консолью Wii U. И это несмотря на то, что мощности консоли Nintendo превосходят нынешнее поколение. Square Enix крайне рада своему новому приобретению в виде Sleeping Dogs. Бывший True Crime Гонконг. Издательство заявило, что Activision поступили как полные безумцы, избавившись от такой замечательной игры. Правда это или нет, уже узнаем 17 августа. А вот что интересного можно найти на Канобу. Эксклюзивный видеорепортаж из студии Larian по игре Dragon Commander. Рецензии на Sonic Episod 2, Dragon's Lair и другие новинки магазина Xbox Live. Корреспондент АГ Константин Фомин разузнал кое-что о перспективных проектах, над которыми работает недавно открывшаяся Snowbird Games Studios. Завтра смотрите прямой эфир игры Max Payne 3, где вся редакция и приглашенные гости разберут по полочкам одну из главных игр современности. Это были все новости на вторник. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова